всем приветики с вами канал artmany у нас снег пошел правда ролик будет большим опозданием опять наверное но у нас как бы не совсем первый снег второй снег вчера вот было немножечко и сегодня снег класс выглядит великолепно обожаю первый снег обожаю когда видно травку зеленую и снег лежит среди зеленой травки оранжевых листочек вообще просто шикарно сейчас мы пойдем на улицу димочки анализы надо сдавать с утра мы мочу понесем и сейчас упадем кровь сдавать решили не на такси сегодня сейчас наверно там пробки конечно все стоит наверное может и нет уже прекратился а красиво как пробки как всегда пробки всем приветики снова у нас сегодня был не сказать что первый наверное второй снег а на днях вот был прям такой лежал чуточку прям тоненький снежок очень красиво а сегодня прям хлопьями такой шоу мы не успели выйти быстро-быстро вроде мы собрались вышли хотели мы сдавать кровь димочки отчет носили вот надеялся там прям спокойненько поснимать шла и вместе с мамой вот но мама прямо торопилась 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 быстрее быстрее она быстро быстрым шагом шла я прям не успевала задыхалась просто урман давай помедленнее пожалуйста пойдем горит такая красота хочется полюбоваться ой я мерзну 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 мне холодно мне холодно давай скорее 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 быстрее быстрее и короче вот так вот что успела вот вы наверно вот там сейчас видели то мы то есть засняла хотел конечно я по-другому заснять мне даже пришли кое-какие а мысли как можно что-то такое заснять как-то оригинальненько так заснять пришли вот ходили мы сдавать кровь диме сегодня еще мы пойдем вечером на узи сейчас время час у меня доходит я диму положила спать рано сегодня чтобы он поспал потому что мы стали очень рано мочу собирали вот я же не знаю получится мне ее собрать или нет поэтому я встаю на час на полтора часа раньше чтобы уж точно успеть собрать ко времени вот дима кровь сдал сегодня анализы придут мы педиатру сейчас ходим к другому не к нашему а к другому ну как то так получилось что к другому сейчас ходим вот сегодня она посмотрит наши анализы как там у димы потому что лейкоциты у него поднимались димочка болеет до сих пор сейчас уже слава богу стало все гораздо лучше потому что у него была температура 38 с половиной до 39 с половиной даже доходило вот сейчас вот мой прием лекарства стало все гораздо гораздо лучше но меня пугает тот момент то что педиатр не хочет дальше назначать никакое лечение то есть сейчас мы то есть температура так и подымается до 37 с небольшим 37 337 4 как бы а лекарства вот прям так раз стоп и прекратить принимать как-то блин я не могу так причем она говорит ничего страшного не произойдет там подумаешь вроде я считаю надо дальше продолжать какое-то лечение что-то там может быть дальше свечи потом что-то еще что-то еще нос сегодня обо всем об этом будем разговаривать если она скажет ничего не надо тогда наверное я буду придумать свое лечение потому что взять просто так остановиться когда уже стало более менее лучше я не могу потому что я знаю что будет что может произойти дальше конечно врач более лучше всего знает но посмотрим что там скажут узи вот что-то она там якобы у димы нащупала там что-то увеличился сейчас не помню вот короче так вот ну более-менее но ребенку стало получше температуру дима держалась полтора месяца была температура 38 я уже честно говоря привыкла что он всегда теплый всегда горячий сейчас вот температура у него 36 и 6 36 и 3 и ребенок такой прохладненький даже как-то непривычно ощущение что что что-то не то явно меряешь температуру понимаешь что это нормально это норма так должно быть привыкла за это время и ребенок привык и поднарезает немножечко и дома у нас нет вообще на кухне вообще еле теплая батарея комнате тоже прохладненько довольно вот короче как то так у нас вот но слава богу немножечко уже дима начинает выздоравливать скажу сразу врачи не сразу узнали что у нас вирусная инфекция мы узнали уже это в больнице когда дима поступил в тяжелом состоянии довольно тяжел то что дома мы лечили бесполезно все было мне казалось что сейчас сейчас вот мы начнем принимать лекарства все станет лучше нет становился только хуже вот в больнице мы у него было десять систем то есть пакет пакетик и в бутылочке такая такая 1 то есть одна система такая такая это одна вот таких было десять вот лейкоциты были очень сильно завышенные вот ну короче так вот выписались мы уже давно надеюсь что все будет хорошо мама узнает и хотим еще диму отвести еще по пару врачей инфекционист потому что наши в самаре больницы инфекционная закрыта для детей с коронавирусом то есть вот так вот если бы она была открыта нас бы туда отправили мы бы уже вылечились давным-давно там очень хорошие специалисты сидят очень хорошие врачи итоге получается вот так вот и получается что все больницы инфекционные наши самаре почти их практически нету то есть ребенку с инфекцией деваться некуда сидеть дома и дома там каким-то образом непонятным лечиться и получается что педиатры об этой инфекции ничего не знают то есть мы приходим там читают инфекции это нет будет у вас что-то другое у вас наверное кишечная инфекция у нас поноса нету ну нету будет он попозже просто у вас будет попозже знает видимо это встречается довольно редко не часто слава богу потому что эту инфекции просто ужасно честно вот сегодня мы пойдем сегодня кстати купила клюковку клюквенный морс буду делать ребенка я отпаиваю клюквенный морсом потому что он убивает микробы убивает температуру она нормализуется от реально помогает и хочу его сделать вместе с вами не знаю когда сегодня наверное сегодня наверное нет не знаю вечером будет у меня время не буду ли я такая убитая уставшая надеюсь сделать это будет отдельным роликом и плюс сегодня еще а еще орешки купила там такой классный магазин у меня кстати есть записан ролик про него магазин и купила пироженки свои любимые у нас одна пироженка такая стоит 41 рубль это у нас 9 хлебзавод но сейчас он уже по-другому называется как 9 его его не существует но или может не 9 не помню но они такие классные вообще вот бывает знаете вот покупаешь пироженку и начинаешь есть а там крем с одной стороны и с другой стороны а серединка пустая а у этого прямо от откусываешь вот так прям вот много-много крема прям вот кругляшок крема прямо так вот полностью целиком и сверху они прям такие красивые мне кажется они прошло позапрошлом году не такие были красивые а сейчас прям обалденные вот такая вот у меня у нас дела димочка выздоравливает наконец мы с ним уже последнюю эту неделю начали гулять понемножечку по чуть-чуть сначала потом вот подольше подольше и постепенно температура уже стала уходить и так уже скучала по тому времени как мы сыном когда-то гуляли вместе вот одна выходила на улицу мне без него так было скучно так плохо так приятно когда идешь с ребенком его держишь за ручку вот так что еще хотел сказать хотела сказать то что спасибо всем тем кто нас смотрели когда мы лежали в больнице об этом никто не знал что мы в больнице вот но я думаю что кто-нибудь догадывался может быть что я никого не смотрела пролежали мы больницы две с половиной недели вот писать где-то там записывать отдельный ролик я не стала потому что там ролики как бы идут идут они с опозданием там идут идут такие сами по себе вот и плюс дополнительные я не стала думаю ладно потом уже когда мы выпишемся я запишу роликом вот наверное это вот получится сюда сколько он там а 8 минут как раз к тому ролику я вот этот вот присоединю также у меня есть ролик где мы с димочка лежали в больнице но у меня правда на телефоне не знаю получится ли у меня с телефона отдельно загрузить или сюда загрузить как мы лежали там наша палата слава богу кстати нас поселили в одиночную палату там было еще второе место но к нам никого не подсоединили не подсадили нет как его не положили никого слава богу потому что если был бы еще один ребенок дима был просто разнес бы палату всю он бы скакал бы везде он бы был бы просто неуправляемый я просто знаю своего ребенка вот а так мы были вдвоем с ним нам прям было очень очень хорошо сначала я боялась что сейчас кого-нибудь подселят но нет там все лежали с другими с кишечными инфекциями там вот бронхиты не знаю вот кашель вот смокроты там эти ингаляции там делали и вот единственные мы лежали то есть принципе кого-то подкладывает навряд ли положили бы мало кому надо чтобы потом было теперь лечить еще ребенка и от высокой температуры как бы инфекции вот и плюс у нас еще была раковина нашем нашей палате и кстати это очень просто удобно это очень 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 жалко конечно не было туалета и холодильника так бы было вообще бы я не выходил бы из палаты ну туалет кстати был рядом соседняя дверь была до холодильника надо было идти вот я как-то старалась поначалу было очень мало народу потом пришло народу очень много и уже пришлось в коридор выходить в маске а плюс еще кстати включали кварцевую лампу она была наверху над туалетом и посмотрев на нее два раза я обожгла глаза у меня так сильно болели глаза прям их так сушила сильно прям один день я не знаю как этот день вытерпела к вечеру уже более-менее было остальные дни выходишь так это в коридорах видишь на стене фиолетовый значок ну это цвет такой фиолетовый ага лампа включена вот так вот идешь в пол смотришь чтоб не дай бог на нее не посмотреть потом уже нормально привыкла слава богу хоть с глазами ничего не случилось потому что это было уже ужасно это было очень больно причем а вот просто взглянул и все то есть там двух раз было достаточно а нет еще до этого у медсестры она включает просто лампу и прям под ней ходит там занимается делами и два раза я случайно просто посмотрел баду мне лампа включена ничего себе два раза четыре раза четырех раз было достаточно чтобы уже заболели глаза при том что она была включена в коридоре то есть не все люди знают о том что это кварцевая лампа и мама там с малышом спокойно гуляли под этой лампой стояли то есть это норма может быть не знают что это кварцевая лампа она в каждой палате же есть также кварцует живу как-то странно как-то так ладно буду вас заболтывать а то у меня роль получится там длинный при длинной такие вот у нас дела и болезнь изначально была запущена к сожалению врача-то вызывали врач сказал горло просто болит то есть и все оставалось как раз зимой свекровь но свекровь они не лечили его решили не лечить начитались кучи информации в интернете что лечить ребенка не надо и спокойно с температурой 38 они спокойно ребенка купали воде ну как бы купали гуляли с ним пол раздета ребенок был и как бы может быть еще на детской площадке он цепанул еще вирус потому что вирусная инфекция была похожа на две вирусные инфекции то есть одни там симптомы то есть одной инфекции и плюс симптомы совершенно другой инфекции то есть как будто две было но мама говорит они принципе между собой вирусной инфекции все похожи поэтому может быть даже это была и одна я уже не стал там дальше мне дарятся читать в интернете потому что это все очень долго вот поэтому изначально была эта инфекция запущена и соответственно поскольку его вообще не лечили что там а снег пошел вот поскольку его совершенно не лечили ребенка то есть она запустилась вирусы размножились там за это время где-то думаю что свекровь лечит ребенка все в порядке я надеюсь что она будет лечить хотя бы горлышко а в итоге оказалось я приехал у него было больное горло красное прекрасное прям горло и врача вызывала зеленые сопли лимфоузел тут воспалился потому что они голышом его почти гулять выводили там был ухо себе было тепло но без шарфа тут было все открыто и у него то есть я водолазь кому одеваю чтобы тут был все закрыты куртку теплую одеваю что было все закрыто там хоть и тепло 20 градусов но это не жара вот еще она и потом у него уже нога начала болеть то есть как раз интервирусная а нет это аденовирусная инфекция как раз вот это все подразумевает потом со временем а кашель еще с мокрот у него был но ничего свекрови зато за промы его купали гуляли с ним по три по четыре часа на улице блин честно говоря с поначалу очень сильно злилась на свекровь сейчас уже прошло время уже прошло почти два месяца наверное как дима у меня вот начал болеть вот уже немножечко меня отпустило первое время я прям очень сильно не злилась вроде же свой же ребенок и родной тебе человек даже не знаю ставили чужого ребенка больного я бы так и так его лечила это жеребенок там взрослый еще может перетерпеть там горло но полит и болит потерплю то ребенком и горло лечили тоже около месяца она вроде проходит это горло все врач смотрит нормально все два-три дня дом находимся все два-три дня опять горло начинает болеть сопли появляются опять всё заново начинает опять лечишь лечишь без тебя уella причем она не просто красненько чуть-чуть тому Nahram краснущие опять все, вылечивши-врач смотришь 2 3 не проходит опять горло блины на с трудом вылечились с огромным трудом вылечили эту голлу сопли там тоже так же вот очень все было очень просто сложно Частями, наверное, вы ролики видели Это вот ролик сейчас последний у меня уже выходит А вот это вот предыдущий, наверняка Надеюсь, что я там все смонтирую Ничего не удалю для вас Чтобы вы на всякий случай это все знали Вот, и, кстати, возможно Не знаю, надумаю, не надумаю Я, может быть, запишу еще Один ролик, как сбросить температуру Или сразу, может быть, это все В этой вот вирусной инфекции Потому что Когда я узнала, какая у него инфекция Я пыталась в интернете найти В надежде, что какая-нибудь мамочка Тоже запишет вот такой ролик Но нету, ноль Как будто дети вообще ее не болеют Как будто у нас какая-то там особенная Новая инфекция, как когда-то там появился коронавирус Там никто про него до этого не знал Вот, то есть вообще ничего нету Даже не у кого спросить Негде было даже найти А лазить, допустим, в интернете по сайтам Я не хотела, потому что можно вирус зацепить Очень быстро Куда-нибудь зашел и вирус сразу подцепился Он даже сам скачивается порой Я замечала такое Вот, если вы заметите, что он скачался Можно хотя бы удалить А так можно не заметить Вот, ну, короче, как-то так 16 минут Еще плюс 2 Все, давайте пока А как мы сходили на УЗИ Наверное, я расскажу в следующем ролике Завтра Не знаю, запишу, не запишу я это У нас прям снег пошел Смотрите У нас снег Снег, 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 снег А, вам даже Вам не видно? А у нас все видно А у нас все видно Снег Снег, снег, снег У нас сейчас, кстати, еще середина Так, что у нас сентября? Октябрь, ноябрь Середина ноября Доходит к середине ноября Но уже снег Все, всем спасибо за просмотр С вами был канал Артмания Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии свои обязательно И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok